Привет, друзья! Это Новосибирск. Это снова Тимур Ханов со своим новым проектом вблизи. И сегодня что-то гости ко мне зачастили, не могу отказать, особенно хорошим и интересным людям. Сегодня у меня уже второй, и это Артём Лоскутов. Вы его, конечно, знаете. Известный создатель монстра или там организатор, куратор, сейчас мы разузнаем монстрации. И такой, говорят, художник, а другие говорят, ни разу не художник. Давайте мы сейчас решим, как он, насколько он художник. Вот он уже стоит, ждёт меня. Привет, Артём! Надолго к нам из Москвы? Через час полечу домой. А, теперь дома тебе в Москве? У меня коты там. Коты! У тебя семья из котов. У меня семья из котов, девушка дожидается. Надо возвращаться. Давай пройдём туда, где ты живут. Я правильно понимаю, что по профессии ты ведь оператор? Ну да, у меня диплом МГТУ кино-телеоператором. Так ты инженер или оператор? Вот как ты себя ощущаешь? Инженером ты себя чувствуешь? Ну, какой инженер? А какой оператор? Да, оператор тоже для опорочки. Но ты зарабатывал как оператор? Да, конечно. Я работал в ВУЗе. У меня был доступ просто к студии. Я там один всем занимался. Это вот в МГТУ? А поток как зарплата? Ну, мне платили там зарплату типа 11-13 тысяч рублей. Нет, я имел в виду, а дальше как в качестве профессии ты использовал? Я пользовался этой техникой, чтобы снимать то, что можно снимать в Новосибирске оператору, чтобы заработать деньги. Иногда свадьбы, иногда утренники, что-нибудь в таком духе. Потом просто купил свою камеру, свой комп монтажный и решил, что хватит мне. Прогуляемся или... Да, можно прогуляться. Я только что, только что мы прошли с маршрутом монстрации с площади Калинина, с товарищем снимали кино по... Или присядем? Ну, можно там, вон за углом. Где потише, да? А я не очень точно вопрос задал. Ты как оператор работал уже после завершения, после окончания? Ну, я кино снимал, вот это нефть в обмен ничего. Оно как бы не принесло мне особо денег, конечно, но я сделал фильм там. Еще какие-то маленькие мы делали, когда Русская Планета, в которой работал на позиции пиарщика в Москве после дождя, там, после других всяких... Ну, на дожде работал. На дожде, да? То есть твоя должность была... Работа была оператором? Она называлась продюсер. Ты бегаешь с маленькой камерой, все снимаешь, все монтируешь, пишешь сюжет, выходишь в кадр, как бы переставляешь... То есть ты один во всех лицах? Один на дестаночном, да. Это вот похоже на то, что сейчас я делаю. Тут написано... Окрашено. Окрашено. Так, ребят, а это... Слушай... Окрашено. Это может служить таким художественным объектом, вот лоскутов и окрашено. Не, я не хочу прислоняться к этому художественному объекту. Может быть там... А, там тоже таблички висят. Ну ладно. Блин, ну там люди кое-где сидят, может мы к ним присядем? А они еще не знают, что окрашено. А вот человек вроде бы... Можно бы... Ну да, я бы тоже не хотел красить свои штаны, они другого цвета. Почему ты сейчас не работаешь оператором? Денег мало приносит. А что тебе приносит деньги сейчас? Искусство. Сейчас, момент. Продьбы не поплеивать? Нормально вроде? Да давай пройдемся. Пойдем-пойдем. То есть ты зарабатываешь искусством? Последние пару лет стараюсь только им. Ну вот тебе за что платят? Картину продал вчера. Вчера где? Здесь? Нет. Ну я ее физически еще не передал, но договорился, что у меня человек ее заберет. Это какая картина? Икона Кутузова. Как-как? Икона Кутузова. Ты ее демонстрировал уже в сети или нет? Или она такая на продажу? Вот пост был недавно в фейсбуке со словами, что Кат звонил и предложил выдвинуться в мэры Москвы. Но у меня как бы для программы мэрская в Москве только одна. Пункт в программе только один. Выложил эту картинку. Домажный так вот. Да, да, да. Вот. Там написано... Ну то есть стоит Кутузов с книжкой такой, как Иисус. А, в форме... Книжке написано, чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву. В другой руке у него там Кремль, храм Христа Спасителя, исторический музей, по-моему, с Красной площадью. Это все в огне полыхает. Вот. Но я давно, по-моему, постеры с ней делал еще восемь. Да, да, я понял, я видел. То есть, ребята, кто хочет увидеть, к примеру, произведение, за которое Артем уплатит деньги, зайдите к нему, например, в фейсбуке. Самое, знаешь, дорогое какое? Да, интересно. Здесь вам не Москва, а розовая тряпка. Ну вот это два тряпка. Баннер, монстрация передняя. Да, 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 да. Здесь вам не Москва. С 2016 года, а авторство Полянского, значит, из мэрии, сама. Может, ему процент заплатить? Обойдется, обойдется. Ее купил в музей-гараж после выставки Триеннале в прошлом году было. Обзор, как бы, искусства из регионов. Но это хорошие деньги? На них можно жить? На них можно жить в Москве полгода. Слушай, я что-то подумал, не стать ли мне художником. Так а я же давно это всем, как бы, о чем и говорю. Бойс, Йозеф, спасибо ему. Казалось, что каждый человек художник. Весь 20 век искусства и художники только это и доказывали. Спасибо им. Вот, как бы, я поверил, услышал это и решил, что, ну, окей, раз каждый человек художник, я, пожалуй, тоже художник. Да, и судя по зарплате, это так оно и есть. Это не зарплата, к сожалению. Ну, по оплате. Ты можешь быть уверен, что у тебя это продастся вообще когда-нибудь. Ну, я знаю, что, я не знаю, я думаю, множество художников мечтает продать свои произведения, а у тебя ты все-таки на этом уже зарабатываешь. С Терешковой я говорил на днях, делал у нее с ним материал. Да, да, не видел, правда. Она сказала, да, вот Артем не видел, я, братцы, я рекомендую вам и Артему посмотреть сюжет с Анной Терешковой. Она как раз на вопрос, художник ли Лоскутов ответила, ну, если человека выставляет, выставляется человек в Третьяковской галерее, то кто же он еще, как художник? Ну, оставим. Даже если не выставляется в Третьяковской, то не исключено, что можно быть художником и не выставлять Третьяковской. Мне просто кажется, что это не то, чтобы какое-то сакральная должность, да, это не маг, не человек, общающийся с дуками, не шаман, как бы, да, ты, ну, просто ты вот, хочу быть художником, да, пожалуйста, будь им. Мне нравится быть художником, вот и. Можешь делать плохое искусство, но это все равно искусство, как бы, если ты сказал, что это не, там, не утилитарная какая-то вещь, не метла, чтобы пол ей подметать, а это объект искусства. Я его сделал вот для того, чтобы, для красоты, как бы, хотел что-то сказать. Он может быть невнятным, он может быть плохим, он может быть, не знаю, каким угодно, но ты его, как бы, классифицировал как искусство, окей. А как ты, вот по каким критериям ты решаешь, искусство или нет? Сам, для себя вот. Вот видишь, ты какое-нибудь произведение, вот, пожалуйста, вот эта колоннада, вот этот театр оперы и балета, это искусство? Я имею в виду, Саша, сама, как архитектурный объект. Его можно назвать, как объект искусства? У него есть утилитарная функция, там, это театр, это, как бы, здание, там, это крыша, она служит для чего-то, приносит какую-то пользу. Если объект никакую пользу не приносит, но все равно для чего-то создан, наверное, он создан для красоты. А это чистая искусство, а есть утилитарная, да? Ну, утилитарная, вот урна стоит, на ней можно сесть. А если ты не можешь сесть на стул, а он все равно, как бы, для чего-то сделан, наверное, он сделан, как объект искусства. Помнишь, скандал был такой с этой, с Дашей Жуковой, из музея гараж? У нее была работа в виде человека, девушки, по-моему, там был какие-то российские потексты. Ну, короче, девушка в виде стула, то есть она как-то так вот, то ли лежит, то ли выгнулась как-то, и как бы это стул. На него не надо садиться, это не утилитарная вещь. Как только ты сел на девушку, ты выглядишь людоедом, ты выглядишь рабовладельцем, да? И как бы он тебя приглашает на него сесть, но ты не прав, если ты на него сел. Это просто скульптура такая, в виде стула, как бы, из девушки. Она там как-то вот, ну, вот так вот, допустим. И Даша Жукова для какого-то журнала сфоткалась, сидя на этом стуле, был скандал. Нельзя сидеть на искусстве. Ясно. А если ты видишь вещь явно не утилитарную, ненужную, но ты ощущаешь, что она не искусство все-таки. Хоть кто-нибудь там будет говорить, что ты нифига не понимаешь, может такое быть? Я часто и на художников ворчу, и говорю, что вы делаете, это разве искусство, дизайн какой-то рисуете свои. Ну, вот как вот этот дом, да, вот просто... Это дом, это прекрасный дом, я был бы рад, если бы у меня в нем квартира была, как бы, да. Ну, вот, например, художник рисует эти, знаешь, там, каллиграфия. Да, да, да. Ну, здорово, красиво, но, блин, это же не искусство, это ты просто, как бы, цветочки мог бы нарисовать. Искусство должно что-то цеплять, мысли, чувства какие-то? Или это не важно? Есть разные позиции. Самое популярное, что искусство никому ничего не должно. Вот, это то, что ты сам чего хочешь, чтобы ты был кому-то должен или не был должен, себе был должен. Вот, если ты ждешь, что у искусства есть функция какого-то еще там, не знаю, помимо украшения, помимо создания красивого фона для твоих селфи или еще чего-нибудь такого, ну, а искусство может, ну, не знаю, там, организовывать общество, выстраивать какие-то новые способы коммуникации. Ну, вот монстрация искусства для тебя. Конечно. То есть ты сюда приедешь, как-то я понял, какую-то мысль ты такую сказал, что ты уже подустал с этой монстрацией, по крайней мере, в этой форме. 15 раз. Ты устал от чего? Одно и то же или... Ну, ты представляешь первую и 15-ю. Ну, конечно, представляю. Как первая любовь и 15-ю любовь. Ну, ты вот у меня, по-моему, уже 9-й или 8-й в сюжете, я уже начинаю понимать. Вот, вот, уже скоро надоест. И, как бы, первый раз, конечно, все... Прикольно. Ну, не так, как 15-й. Вот, и... Ну, это, наверное, стимулирует к тому, чтобы это все как-то поменять в другие стороны водителя. Сейчас мы просто уже, как бы, я уже не могу сказать, что я ее организовываю, знаешь, как, типа, Новый год. Есть у Нового года организатор. Да нет, просто его все отмечают. Тебя называют идеологом. Ты чувствуешь себя... Да, смешно, очень, очень смешно. Какая идея это? Какая идея идеология в монстрации вообще. По-моему, единственная идея это отсутствие идей. Ну, не, идей очень много, наверное. Они просто как-то друг с другом могут сосуществовать. И одна не мешает другой, как бы, да. И все эти люди, наверное, у каждого из них есть какая-то идея. Многие из них вряд ли просто не хотят об этом рассказывать. Когда их спрашивают, зачем мы пришли? Он говорит, ну зачем? Мы вот просто с белым листом пришли. Мы вообще ничего вам не хотим сказать. Отвалите. Но мы пришли, и с листом. Мы пришли. Слушай, мне очень нравится. Мы не пришли объяснять вам долго, нудно, зачем мы это делаем, зачем у нас пустой плакат, зачем у нас написано «ыть». Если бы мы хотели это сделать, мы бы писали книжку скучную, и там бы мелким текстом дискутировали с обществом. Нет, мы хотим показать пустой плакат. И дальше сами думайте. Не ждите, что мы сейчас его уберем и будем весь остальной год рассказывать, зачем этот был пустой плакат. Это как пересказывать анекдот. Зачем? Ну да, да. Ну ты его понял или ты его не понял. Если ты не понял, ну я тебе больше не буду анекдотов просто рассказывать. Да, зачем? Давай про Артема Лоскутова. Мне вот очень нравятся твои очки, потому что я вижу в них себя. Классно. Ты часто носишь такие зеркальные? Ну, пусть на это. Нет, ну пожалуйста. Мы одни просто, я их давно не менял, они еще не сломались. Тебе нравится, что они вот такие? Чем они нравятся? Модные просто или какой-то? Просто рублей стоят. А! Не, ну, по-моему, идет. У меня предыдущие, я их больше любил, они сломались. О, плакатик «Севернее Кореи». Это же лозунг монстрации, да? Это лозунг монстрации, да. Все требовали мерч только с самых первых фоток. Где зеленые свитера? Нам срочно нужны свитера с этим лозунгом. Ну, ребята, у нас же не магазин одежды, как бы. Ну, будут, наверное, когда-нибудь потом. Вот пока сделал один себе. Я вот знаю, кто этот лозунг придумал, а ты скажи, что люди знают. Чье авторство? Ну, это дискуссионный вопрос. Коллективное, конечно, авторство. И идеи в воздухе висят. Просто кто-то к ним схватил. Вообще, Лукас Пуш предложил. Он предложил Корею. А потеш мой самолюбие. Формулировка последняя была чья? Ну, Тимур Ханов, конечно. Тимур Ханов придумал лозунг «Северная Корея». Я придумал окончание «Севернее Е». Да, но там непонятно было, кто что. Да, идея была не Лукаса. Разговаривающий на русском, австриец. Удивительный человек, да. Я отдаю ему приоритет. Вот дело не в приоритете, а в том, что получилось здорово. Ну, он много сделал безотносительно этого лозунга. Он для новосибирского искусства, я думаю, приложил со своей историей с гаражом. Только вот сейчас шли, вспоминали, как менты украли гараж в 2010 году, в галерею. А ты чувствуешь себя таким послом Сибири в Европах? В Европах пока не чувствую. Ну, в Москве. Поеду в июне, будет в Брюсселе выставка про 50-летие 68-го года. Про сопротивление, резист называется. Про фото-пиенале, про то, как протесты выглядят в объективе. И там будет один зал про монстрацию. Ну, вот буду послом Брюсселя. Буду рассказывать про Новосибирск. Гордишься своим городом? Что для тебя Новосибирск? А с году горжусь своим городом. Вот 1 мая я... А в остальные дни? Хорошо сказал, а в остальные дни? Очень горжусь. В остальные дни не всегда. Иногда бывает, иногда приятно, что ты тоже отсюда. Можешь привести пример, что тебе нравится? Новосибирск, кроме монстрации. Вчера погода была классная. А себе невзирая на следить. Мы так дорого собрались с друзьями, потому что приезд на 1 мая, я на 10 дней приехал, а тут был такой холод, снег шел. Я вот сейчас приезжал второй раз, очень сильно не хотелось возвращаться. А тут такая классная погода, мы так здорово со всеми поговорили, увиделись, и было приятно. Сейчас здесь друзья. Да, вот мы приехали с Кириллом, Кирилл снимал кино документальное, я был рад, что я ему такой город показывал. Можно я покажу Кирилла? Вот стоит рядом. Да, Кирилл снимает документальное кино. То есть мы работаем в стерео, в две камеры. Да. Я надеюсь, не мешаю? Брифинг. Вот, и мне показалось, что если бы он приехал в начале мая, мне было бы неловко. Ну как же, Сибирь, снег, это же прикольно в мае. Да блин, ну мы же весну уже как бы встречаем в своем первой вайсе. Ты не любишь зиму? Нет. Может поедать? А почему ты? Я, я, ну я какой, я же южанин. Ну вид у тебя, да, такой южный. Мне, мне как бы слишком здесь не очень. Но мама у тебя здесь? Мам здесь. Мама с внуками. Как внуками? А, у тебя братья-сестра есть? Нет, да, у меня есть брат, у него двое детей. В этом смысле я чуть-чуть, у меня льготная ситуация. Меня никто не требует никаких детей. А если бы мама сказала, давай внуков, что ты тянешь? Нет, она маму сейчас наоборот. Слишком ей уже много их. И с ними надо возиться, а не полеганят. Скажи, сколько тебе лет? 31. 31. Многие уже, твои сверстники уже многие завели себе? Многие уже померли к 31 году. Даже так, да. А, то есть не все примеры достойны подражания? Слава Богу, что живой. Конечно, Лермонтов уже, по-моему, в могиле лежал. 28 Лермонтов, да. Вот, и там... И Пушкина два года осталось. Участники клуба 27. Хорошо, что живой, но уже, в общем, надо как-то... Помереть молодым не удалось, надо смотреть какие-то другие стратегии выбирать. Расскажи, пожалуйста, вот в детстве, в школе ты рисовал, может быть, или ты... Чем ты увлекался в детстве? Да, мама шутила. Вот мы приезжали с подругой в Сомали, и она мне говорит, мама тебя сдала, что она за тебя в школе ИЗО, значит, рисовала. Классно, для будущего художника. Рисовала картинки. Ну, у нас... Это же я же не про рисование. Ну, то есть я сейчас неизбежно, мне приходится делать какие-то штуки, там, холсты, иконы, да, прибегать для этого, там, к способам, не знаю, печати, там, шелкографии, иконописных... К мастерам иконописи обращаться, да. Подожди, подожди, тебе помогают мастера иконописи? Ну, конечно, сам буду иконы рисовать. Подожди, тебя же чуть ли не еретиком считают, там, каким-то не очень хорошим, неправильно относящим церковью. Ну, люди по-разному относятся к церкви, к религии, к Богу. Это не одно и то же. А у тебя не возникало мысли насчет того, что, а вдруг все-таки вот там кто-то есть? Ну, может, и есть. Я же вот делал плакат в 2015 году. Господи, прости. Если есть, то... Там не только ирония, да? Какая ирония? Вспомни 2015 год. Какая там может быть ирония? Ты в аду, все в аду. Мы как бы все летим непонятно куда. Воюем со всем миром. Какая тут вообще ирония может быть? Не говоря уже о том, как это обернулось вот такими конными полицейскими, которых ты бы увидел. Ну да, да. И только прощение осталось просить за все на свете, у всего мира как бы. Поэтому это очень такой лозунг. Абсолютно никаких шуток. Когда говорят, что мы ходим с шуточными плакатами, и что у нас молодежное шествие, меня это так задевает. Ну, какой молодежный. У нас... Это же не КВН какой-то, да? Мы тут... А ты когда-нибудь заходил в церковь сам по себе, по настроению, чтобы там, я не знаю, в тишине побыть, свечку поставить и что-то такое? Может, на можно не отвечать? Вопрос интимный. Ну, мне понравилось в Грецию. Я заходил в церковь, она была совершенно пустая. И там они, знаешь, как остановочные павильоны. Вот каждые, типа, 100 метров там, маленькие просто церковки. И там никого нет. Там лежат свечки, лежит щель для монеток. Не написано, сколько стоит. Просто сколько хочешь, положи. Не хочешь, нет денег. Православный храм? Греческий, да. Ну, греческий православный. И там как-то, ну, то есть мне без людей, без бабок там понравилось больше, чем когда ты заходишь в Гневский собор или еще куда-то. Ну, как-то зацепило душу, зацепило мысли или как? Я все хочу подцепить в эту мысль, поинтересоваться, насколько твои отношения к религии, к этим... Я был в православном лагере 6 лет. С 9 или с 8 лет до, ну, типа, 13-14. Я 6 сезонов ездил в детский православный лагерь Серафима Саровского-Завьялова. Ой, так вы там, наверное, молились. Я был этим, как это называется, послушником в нефтном соборе. У меня не было только стихиря вот этой вот модной одежды блестящей, с крестами. Но мы ходили там с ребятами во время службы, там, в какой-то момент ты выходишь из алтаря через эти дьяконские ворота, как он называется. Ну, то есть не царские, на серединку, а вот эти боковые. И мы шли с такой тарелкой, собирали бумажки, пожертвования. Значит, потом засовывали их в копилку. Академ, что вдруг я не увидел? Ну, такая блюдо такое, со свечкой. Вот мы проходили там через всю ту самую, через Невский собор, собирали деньги. Засовывали их в копилки. Там стояли специальные короба в алтаре. Не знаю, кодилы раздували. Знаешь, как кодилы раздуваются? Нет, не знаю, не знаю. Вот эта консибачка вот так вот, по кругу. А, ну да, видел, видел, как-то, да. Глата, и там угли, значит, ты его там раздуваешь. То есть вам молодым давали, да? Да, держи там, да, там резали всякие эти штуки. А чем поджигается? С зажигалкой? А там печка стоит, такая, с вытяжкой. И там, ну типа, раскаленная спираль, как вот плита такая комфорта. И ты на ней кладешь уголь, такие таблетки. Этот уголь зажигается, потом его вкодило. Туда подкладываешь еще какой-то уголь. Да ты знаешь, такие православные секреты прямо. Я, слушай, самая история, которую вообще вот хотелось куда-нибудь рассказать, давайте тебе расскажу. Я в этом Невском соборе, мне было 8, кажется, лет, или 9, и там, там триш, как бы, таких алтаря. Там главный алтарь, и слева предел, и справа предел. И предел справа, там лежал, там был склад агитации. Невский собор тогда, по-моему, с НТН-4 воевал против фильма «Последнее искушение Христа». С сектой Муна воевал и с сексуальным просвещением детей. Я в Александровнеевском соборе обнаружил, значит, в этом, ну, я стоял в алтаре, смотрел, что тут какие-то плакаты против секты Муна. Ну, что я не знаю про секты Муна. Были, значит, листовки. Посмотрите, что они хотят преподавать нашим детям на уроках сексуального просвещения. Это иллюстрации из учебника для первого класса. А тебе 8 лет. Мне 8 лет. Там, значит, листовка, где изображено схематическое совокупление мужчины с женщиной, что куда, как бы, нужно вставлять, как бы, под каким вектором, значит, все куда-то. Я узнал об этом впервые. Я 8 лет не имел представления, как бы, что куда. Ну, приблизительно очень, как бы. Да-да, понятно. Хематично. Я бы, наверное, не справился, как бы, если бы без этой иллюстрации 8 лет. Вот. И тут, слава богу, слава богу, что в алтаре Невского собора я, наконец-то, узнал, что они хотят нашим детям преподавать в школе. Вот такая вот история. Теперь, я так понимаю, в крайнем... Ну, может так случиться, что твоей маме, в конце концов, появятся еще внуки. Может быть, появятся внуки, но я просветился, узнал про то, что есть, знаешь, там, всякие способы планирования семьи и все так же. То есть, детей не бог посылает, а как... Да, о, слушай, а вот и дожди, кажется, нет? Ну, такой-то. Сколько у нас еще времени? Я хотел поузнавать. Давай. Ну, есть еще минут 10. У тебя телефон такой незатейливый? У меня телефон Nokia без фонарика. Камера есть, вот, правда, она что-то запылилась. Сколько лет этому телефону? Ну, наверное, 10. 9. Работает, да? Может быть, 8. Он работает, в нем даже когда-то был интернет, там, Twitter. Я писал твиты. По-моему, пользовался даже Facebook. С него можно фотки в Twitter было отправлять. Ну, какое качество, конечно, другое. Здорово, здорово. А подожди, когда тебя посадили в тюрьму, вот, с этим, с этой штукой, помнишь, наркотики тебе подбросили? Еще как помню. Еще как помню, да. Родина, родина тоже тут тебе отметила. Скажи, пожалуйста, вот в тот момент, когда тебе сказали, вот сейчас поедешь в СИЗО, да? Помнишь, вот, в суде? Вот, ты как-то подумал насчет того, что зря я за это дело брался, нахер было оно надо? Я не раз об этом подумал. И тогда, когда сказали, что поедешь в СИЗО, и когда в СИЗО был, и когда в изоляторе был перед СИЗО. А, ты сначала в изоляторе, да? Я сначала в изоляторе был 5 или 6 дней до решения про СИЗО. То есть меня сначала позвали на суд, потом его отложили. То есть я 5 дней с 15-го, там, по 20-е, по-моему, провел. А у тебя диплом был на подходе, да? Да, да. Я его уже один год не успел защитить, меня не допустили. Так ты еще и второгодник был? Ну, я учился... Я школу закончил в 15-е, у меня был большой запас времени. И что себе как это удалось? Ну, так вышло. Я, ну, я во втором классе научился. То есть у меня был сэкономленный год. То есть ты с первого перешел в третий? Да. Ты был такой вундеркинд? Ну, там, что учить-то в первом классе? Ну, я понимаю, понимаю. Писать, читать умеешь, считать... Это как раз те самые 8 лет, когда ты... Ну, типа, ко мне приходила соседка с первого этажа на троллейке, я жил. И я ей помогал там задачки за пятый класс решать. Ты хочешь, ты время сэкономил? Это тогда ты дреби снял, да? Да, потом учился. Высшее образование я получал 7 лет. У меня как бы получилось. А, там сэкономил, здесь использовал. Да, да. Ну, я учился на двух специальностях. Сначала бросил физику, 3 года отучился в инете. Потом перевелся на оператора. У меня был, да, защита диплома в день, через час после выхода из сезона. Он у меня был готов, но мне там помогли с оформлением, друзья, сделали всякие бабочки. Что, чему-то, какая-то польза была тебе по жизни от этого, от СИЗО, от... Ну, от всего этого заключения? Ну, наверное, не знаю. Мне кажется, вреда больше. Вреда безусловно больше. Ну, хоть что-нибудь... Нет, да. Нет, плюс-то я плюс вышел по факту. Говорят, что, типа, если не сидел, не русский. Я так и говорил, да, тоже. Ну, ты готов быть не русским, наверное? Ну, слушай, я думал, да, что... Вот я сижу в тюрьме, мне сейчас как бы до трех лет светит. А вообще сокамерники вообще как бы грузят и говорят, о, да какой, до восьми ты, типа, какой три, типа, восемь будешь светить. Вот, и я сижу, думаю, блин, ну, восемь лет. Ну, восемь, ладно, не дадут, наверное, ну, пять. Можно же было, не знаю, можно было что-нибудь серьезно устроить, как бы. Ты за какую-то ерунду, шаг, будешь пять лет. А, даже буквально ни за что. Ты же тогда... Минта убить, например, прикинь, или там... Ну, нельзя, конечно, да, ну... Нехорошо. Ну, например, да, ну, если сидеть... Президента застрелить, как бы, да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, президента нефтяной компании какой-то. Плохого изделения. Плохого, плохого президента, вымысленного, как бы, да. Ну, например, все равно сидеть, какая разница, за что, как бы. Так хоть почетно было, а так тебя спрашивают, за что сидишь. Говоришь, ну, два-два-восемь, типа. Ну, я не за два-два-восемь, потому что у меня политическая статья. А что ты делал? Ну, я ходил, вот, мы делали первомайские шествия с дурацкими плакатами. Да, тем более, напомню, это было в девятом году. А в девятом году Артем сам на монстрации не был. Но его закрыли. Я был в центре Э. В центре Э. Да, на Октябрьской, сколько там, восемь и шесть. Ну, понятно, понятно. То есть тебя там говорили, не ходи или что-то? Не, они обзвонили всех моих родственников, работодателей, учителей, ходили на кафедру. Достали в итоге через жену брата. Она в ГАИ работает, и ей сказали на работе службу собственной безопасности, что или ты там приведешь своего родственника, или... Ну, понятно, понятно. Вот, я в итоге пошел к ЮРОМА с утра в центре, объяснять, что вот то, что мы предлагаем там мэрию поднять воздух, это как бы художественный образ, мы ее не собираемся на самом деле заколдовывать, мы не будем ее на самом деле поднимать воздух, мы как бы представим, как бы сделаем такой театр. Ну, понятно, но у них юмора не хватило. Ну, я не знаю насчет юмора, мне кажется, они просто поняли, что это можно квалифицировать как достаточную штуку для получения звездочек. Давайте, что, кто там будет разбираться? Сейчас поймаем экстремистов, оформим. А это правда, что того человека, который тебе подбросил наркотики, потом куда-то он еще попался, наверное? Не главное, второй. Второй? Один из четверых, кто меня задерживал, уборников, про него есть, можно нагуглить. В Коммерсанте были материалы, фоторепортаж, как он сидит... Это не помню, сколько лет было назад, наверное, четыре. А тут разоблачили банду, там было три полковника, по-моему, из ФСКН-а. Он уже был... Разоблачили как раз на подбросе, да? Да, на героине, их приняли там, 20 килограмм героина было, они половину кому-то подложили в курзавит, типа заказали морковку привезти с рынка, дали ему эту морковку, и на выходе приняли. Говорят, опа, у тебя тут 10 килограмм героина. А за ними следил уже ФСБ к этому моменту. Понятно, понятно. Кому-то они там перешли дорогу. Я не знаю, кстати, кому, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к элите городской, которая смотрит внимательно эти все видео. И вот у меня предположение, что они перешли дорогу армянам. Понятно. Потому что был конфликт в кафе незадолго до этого. Я думаю, что армянам. С армянами подрались эшники, за эшников были таджики. Так ты сам кто по национальности? Сибиряк. Понятно. А по сексуальной ориентации? Мужик. Что это такое? Сибиряк. А, сибиряк, да? У меня ждет девушка и коты. Вот я поэтому и спросил. Я говорю, котосексуал. Котосексуал. Хорошо. Я котов люблю больше, чем собак. А вообще... А людей? Ничего такого не пропагандируют. Людей кого любишь? Людей всех люблю. Всех-всех-всех? Ну, кроме плохих. Плохих много? Встречаются, к сожалению. Так полюбишь человека, а кажется потому что он плохой. А бывало, что полюбишь человека, а он оказывается плохая. Да. Бывало, да? Были так и было так. Ну, не будем об этом. Ну, не будет. Теперь уже есть категория такая у людей, называется бывшая или бывший. Да. Каково тебе быть бывшим? Ну, у меня с некоторыми очень хорошие отношения, с некоторыми наоборот. А, так они у тебя... Ты их сортируешь, у тебя их много? Они сами сортируются. А, ну ладно, бог с ними. В основном я как стараюсь с людьми не ссориться, зачем? Тем более, если у вас были какие-то... Ну, что-то важное между вами происходило, зачем ссориться? Ну, давай сейчас завершение. Вот мы с тобой художники... Мы с тобой... Давай, скажите мне киса как художник художнику. Помнишь эту фразу из... Рисовать умеете? Да. Я вчера рисовал, меня подставили вообще, меня позвали вручить премию лучшему комментатору НГС, со самой тупой комментарии. А сказали, нет, теперь рисуй, что там, туристический бренд Новосибирска. Дали мне круглый холст, желтый и синий маркер. Я что могу желтым и синим нарисовать? Шведский флаг? Или украинский. Или украинский как бы. И вот. Пришлось нарисовать серп и молот. На вопрос, что это такое, ответить, что это... Что там, логотип запрещенной национально-большевистской партии. Ну, спасибо локтю, спасибо его депутатским этим самым... Временам? Поставкам. Я не знаю, что там ему вчера, как бы, что вчера с ним произошло, но говорят, он затмил как бы все вопросы. Затмил, затмил, упомянул некие наркотики. Сегодня у меня была... Кофеин, кокаин. Сегодня у меня был Пыхтин, он доктор, он сказал, что это вообще безобразие, когда про кокаин вот так вот называют в прямом эфире перед людьми. Ну, ну, что? Зато он собрался, берет цитируемость, наверное. Да, ну, хайпанул, что называется. Тебе популярность нравится? Надеюсь, ему ничего не подбросят и не это... И не подсадят. Тебе популярность нравится? На улице у насибирской узнают? Перомэ, да. Перомэ, подходят, обнимаются, все спасибо, говорят, руку жмут. Приятно? Фотографируются. Ну, конечно, приятно, когда тебя любят, за что-то благодарят. Наверное, есть за что благодарить. Но это ты понимаешь, что 2-го мая этого уже не будет. А что тебе в людях неприятно? Что в тебе, прежде всего, отталкивает от человека, вот что? В мужчине, в женщине? Ну, не знаю, с чувства юмора. Нет, сразу хочется перестать с человеком общаться. Ой, как хорошо, что ты со мной общаешься. Просто, как бы, он же вообще невозможен с ним, ни о чем говорить. Скажешь ему что-нибудь, он тебе... А потом объясняет, что ты пошутил. Ну, блин. Ну, не знаю. Не нравятся люди, наверное, которые злые. Которые никого не любят вокруг. И думают только о себе. Такие люди не нравятся. Понравится. Ну, ладно, ребята. Артему надо на самолет? На свою вторую родину с исторической? В политическую эмиграцию вынужден я отсюда пока убегать, чтобы меня никто не ловил. Потому что чешутся руки у всех. У меня ощущение, что ты приезжаешь в Новосибирск, а за тобой ходят по пятам. Ладно, подожди. Как кто за это выходит? Ну, вот я за это выхожу. Сейчас никто не ходит. Но пару лет назад, например, там, три года назад засады устраивали какие-то. В мэрию вызывали. Звонят мне, говорят, приходи в мэрию. А потом доброжелатели еще раз звонят и говорят, не приходи в мэрию, тебя там сейчас примут. Понятно. Блин, ребят, я прошел 1 мая сделать акцию. Я никого, ни с кем ничего не бою. Зачем вы меня принимаете? Зачем меня хватаете? Зачем вы меня там куда-то... Какое у тебя любимое место в Новосибирске? Любимое место в Новосибирске. Или какое-то дорогое сердцу место. Вот о чем бы ты мог рассказать? Вот ты подрался где-то, поцеловался где-то. Вот давай сделаем так. Тут вот прям и дрался, вот где стоим, к нам менты как-то пристали. Мы сидели, вон там, видишь, знаки сейчас? Вон круглешочки. Приклеили после того случая, что нельзя сидеть, все такое. Тут дрался. Ну как дрался? Ну я помню. С ментами не будешь драться. Да, только это... Короче, у меня есть правила. Вот здесь, да, здесь как бы триумф, финальная точка монстрации. Мне, в принципе, нравится это место. Оно не очень уютное пока, наверное, но вызывает много в памяти всяких штук. Хорошо. Здесь неплохо. Я буду снимать новый сериал, маленькие сюжетики под названием «Мой сокровенный Новосибирск». Когда придешь в следующий раз, мы с тобой снимемся или в этом месте, или в другом, которое дорого твоему сердцу. Хорошо, я подумаю, поспоминаю, что дорого сердцу. Ну, в целом, приятные места в Новосибирске, это вот отсюда в радиусе пяти минут ходьбы. Нужно же понимать, что это вот приятный Новосибирск, в котором мы можем гулять, где тебя не занесут. И куда хочется возвращаться, не так? Не мурий. Хочется каждый год сюда возвращаться. Возвращайся, увидимся. Устраивать шествие. Привет, Москве. Пока. Пока. Ну вот, друзья, мы посмотрели вблизи на Артема Лоскутова. Спасибо ему большое за разговор. А вам спасибо за внимание. Пишите, кого бы вы хотели еще увидеть, насколько вблизи, что вам понравилось, за что вы готовы покритиковать. Мне это очень интересно. Что получается, что не получается. Я ведь начинающий интервьюер и блогер. И ваше мнение для меня очень важно. А еще не стесняйтесь ставить лайки, комментарии. То есть, всякое продвижение моих сюжетов мне тоже интересует. И... ну, увидимся, короче. Увидимся. И еще постараюсь найти вам интересных собеседников. Ваш Тимур Ханов, Новосибирск. Прямо из самого центра.